Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному современных лендерей 11 апреля 2019 года, четверг. Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселев в виртуальной студии и Алексей Орлов также вместе с ним. Здравия, Александр! Здравия, Алексей! Давненько мы не были в живом эфире, и вот пришло время нам поделиться новыми твоими изысканиями, а может быть, доработками хорошо известного тебе старого. Как всегда, напоминаю, что вначале я даю возможность человеку рассказать о том, что он имеет в виду, что он подготавливал, а дальше уже мы начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии в дубоваримом понятном варианте мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Это наш официальный сайт. И дальше, если вы хотите в другом месте писать, то у нас еще есть канал YouTube, где можно и смотреть, и комментировать, и писать. Это youtube.com, касаясь черточки, называемая slash, slavradio. Slavradio тоже одним словом. Там вы заходите, сразу появляется живой эфир, на него нажимаете, и вы вместе с нами. Сразу же в чате можете писать. Сразу отмечаю, гоблинов и прочих недочеловеков мы не жалуем добром, мы сразу их отправляем в баню, поскольку здесь собираются человеки. Вот после такого бурного приветствия с моей стороны, пожалуйста, Александр, приступай к докладу. Благодарю. О чем бы я сегодня хотел поговорить? То есть, я выставил на всеобщее обозрение, то есть, в свое время хотел книжку написать, но все-таки пока не созрел, и решил, что более продуктивнее будет, это выложить в виде лекций видео. То есть, для этого организовал русскую школу ортопедии, и решил более, может быть, подробно, детально рассказать, для чего она была создана, какие принципы она преследует, и как это помогает исцелять, в первую очередь, себя. Ну, для того, чтобы говорить о исцелении, я бы хотел напомнить, что, чтобы докопаться до сути, надо посмотреть в корень, изводный изначально, все-таки исцеление — это цельность. Вот эту идею я и пытаюсь донести. То есть, очень много сейчас людей, которые прозревают, а начинают именно вести речь о целостности, потому что нам спектральное мышление заложили, спектральное видение заложили, но его, как кажется, не хватает для того, чтобы быть здоровым. Эти люди осознали, и начали пытаться все-таки расширять свой спектр зрения и знания, и увеличить масштабность своего мышления. Вот эту же идею я преследовал, создавая русскую школу ортопедии. Именно чтобы наши ортопеды, а в том числе и мы сами, стали этими ортопедами, потому что не всегда можно довериться ортодоксальной ортопедии. Но чтобы эта ортопедия работала, чтобы она действительно видела человека целым, нужно дать ей точку опоры. То есть, до сегодняшнего дня, то есть, до моих вот этих патентов, лекций, сайтов, в современной ортопедии представлялась, человек представлялся, как что-то марионетка, подвешенная на каких-то ниточках, и вообще в безвоздушном пространстве даже ниточек не было, потому что брали какую-то центральную ось, плоскость сагитальную разбивали, так далее, фронтальную. И относительно этих плоскостей, то есть, относительно позвоночника, начинали разбирать движения нашего тела. Я предложил принципиально другой вариант. Давайте все эти движения разбирать не от абстрактных, ни с чем не связанных каких-то осей, а от точки опоры. И логотип у меня в том числе есть, то есть, опора должна быть. А где эта опора у нас? А опора, это у нас, ну, в данном случае, мы ходим на двух ногах, по переменам, точнее, и быть точнее, это существенный нюанс, по переменам, то на одной, то на другой. Даже не на двух, как нам пытаются навязать. И вот, когда мы будем понимать, что мы опираемся конкретно на какую-то точку или область на стопе, и она еще по стопе, это перекатывается, вот тогда мы можем выстроить целостное движение, природное движение. Вот для этого я скрупулезно изучал стопу и расписал ее математически, выложил в лекциях. Конечно, очень бы хотелось, если здесь есть ортопеды и люди с медицинским образованием или хотя бы просто с техническим образованием, высказали свои либо замечания, либо предложения. То есть мне нужны либо оппоненты, которые могли бы опровергнуть, например, мои вот эти выкладки. Пока я в основном слышал, что да, у вас все правильно, все замечательно, но это в основном именно простые люди в механике и только единицы врачей, которые восторгаются, говорят, да, вы правы, нам этого не давали. То есть опору, точку опоры нам не дали. Еще архимед сказал, да, дайте мне точку опоры, я сдвину землю. Так вот, в ортодоксальной ортопедии, ну, другим словом, догматической, да, то есть не основанной на научных данных, а вот именно на каких-то константах, непонятно кем выстрелили. вот эта ортопедия, она как раз немножко упустилась, ну, поправить, если что-то не так сказал. Вот эти ортопеды, которые стоят на константах и хотят сами думать, да, они как раз еще стесняются, стесняются высказать свое мнение по поводу моих видео, моих наработок, разработок. А те, которые вышли вот из этих флосков стандартных, которые им дали в институте, те приняли ее. Так вот, для этого, чтобы дать точку опоры, я открыл принципиально новый принцип работы стопы. То есть отверг тот, который говорит, что стопа – наша рессора, вот, и доказал, что стопа – это механизм, преобразующий поступательные движения во вращательные, и наоборот. То есть, опять же, это своеобразное колесо, мы опять же качаемся, а если еще правильно говорить, это волна. То есть стопа – это такой же элемент, который позволяет запустить волну по всему телу. То есть все в этом мире – это волновые движения. Все. И бесполезно лечить человека. Опять, не нравится мне то слово «лечить». Лечат до смерти, да? А человека надо делать целым. Целым. Так вот, бесполезно. Исцелять его ни на что не опираясь. Мы все равно должны опереться. И с точки зрения визуальной, если внутрь я не могу заглянуть, то визуально по походке очень легко определить, где блоки, где проблемы, в каких суставах и так далее. А, соответственно, если есть внешние проблемы, то вполне я могу сопоставить их с внутренними. И вот я предлагаю, что с помощью вот такого подхода, альтернативного, то есть неортодоксального, мы можем достучаться до здоровья и начать вырабатывать целостные движения. Есть даже сейчас в интернете, да? Ну и, если еще точнее сказать, природные движения. Вот эту волну в теле запускать. Но для этого нужно научить стопу правильно работать. А работать ей правильно мешает наша, в первую очередь, с вами обувь, которая сделана специально так, чтобы не запустить эту волну в теле, чтобы развалились все наши суставы. Начиная со стопы, коленостопа, коленки, тазобедренные. Сейчас на поток поставили замену этих суставов, коленку, тазобедренную, на ура! Ну вот, чтобы мы все-таки не продавали свои суставы, а научились быть цельными, я создал вот эту русскую школу ортопедии. Изначально все врачи хотели быть докторами, то есть хотели исцелять людей, но стали врачами. Большинство из них. Вот. Мне бы хотелось побудить их все-таки стать докторами. Опять же, словоблудие в чем заключается, что подменили русский термин на импортный. Доктор. Врач? Ну, врач все-таки тьет ткач, врет врач. У меня вот такая ассоциация. С задорным я согласен. А вот доктор, если загляньте в словарь иностранных слов, то это учитель. Вот когда я это узнал, для меня стало все понятно. Почему доктор технических, доктор математических, исторических и так далее? Это учитель. Опять, включаем логику дальше. А учитель, опять, не педагог. Учитель. Педагог — это раб, который водил учеников в школу. А учитель, это не тот, кто учит, а тот, у которого учится. А то для меня было тоже в свое время большим открытием, вот которым я хочу с вами поделиться. То есть, нам навязали, что мы кого-то должны учить, но только не себя. Я предлагаю начать с себя. Для этого есть сейчас и техники, и научные факты, теории. В том числе, я предлагаю свою. Свою программу оздоровления. В данном случае, через движение. Но, что для этого нужно сделать? Опять же, если посмотреть в историю к предкам, которые, ну, уже достаточно давно ковыряясь, по мере того, как есть свободное время, я обязательно туда заглядываю. Или есть какие-то спорные ситуации, то я оттуда пытаюсь подчеркнуть. Так вот, наши предки, ну, по крайней мере, может кто-то мой поправит, а назовите мне, кто из них ходил, какие-то там спортзалы, какие-то у них там были, тренажеры, может быть, кто-то знает, что-то на раскопке проводят, когда стоят хоромы, там, колонны, которые строили наши предки, да, там, дворцы, тот же Аркаин, там, все сделано, ну, что-то никто в Аркаине, вот у меня рядышком здесь Аркаин, 150 километров, никто не раскопал там тренажерные зоны. Как же жили наши предки? Они были здоровы, они показывали колоссальные физические данные, да, и выносливость, и все было, а вот тренажеров-то я что-то не увидел. А как же они тренировались? Тоже для меня было открытие, это когда в свое время я услышал Мальцева. Я был достаточно юный, не помню точно, ну, лет 14, наверное, было. Мальцев, если кто старое поколение помнит, это человек, который был директор колохоза, леонера, один из немногих, который позволял себе сеять тогда, когда он считал нужным, а не когда партия приказала. Он всегда был с хлебом. Ему было больше 94, на тот момент, когда с ним выговорил корреспондент, и он сам жил в своем доме, ухаживал за хозяйством, никаких сиделок у него не было. Когда корреспондент у него спросил, скажите, у вас, наверное, какая-то есть своя методика, которую нам навязали, да, наверное, он хотел услышать очередную кунг-фу, мунг-фу, не знаю, дзюдо или после, какие-то там йоги или что-то в этом духе. А он ответил просто. Вы знаете, говорит, я никогда не делал ничего, что мне не нужно. То есть, вот я утром встал, мне нужно подместить двор, я подмел. Мне нужно скотиной убрать, я зашел в скотный двор, лопату взял, подмел. Снег выпал, я убрал снег и так далее. То есть, я всегда делал только то, что мне нужно вот по жизни. Мне тогда это очень поразило. И вот только спустя много лет, хотя прошел через единоборство, через вот эти все мазохистские, скажем так, спортивные истязания, не состязания, а истязания души и тела, где учат в первую очередь продавать. Продавать собственное тело. За медальки, за престиж и так далее. Это фактически институт для того, чтобы продажный девиз, так можно сказать. Может быть грубо, и спортсмены наверняка очень многие так критически вас, как я, в свое время воспримут. Но если глубоко ковыряться, подходить по-русски, опять же, что я подразумеваю под словом русский? Это по чести по совести и владу с природой. Вот если честно себя не обманывать и сказать, то вы рано или поздно согласитесь. Поэтому я хочу немножко попросить людей, которые меня сейчас слушают, даже если вы услышите от меня какую-то ахинею с вашей точки зрения, не отрицайте. Самый лучший вариант, скажите, подумай об этом позже. Ну, я не совсем, у меня есть другое мнение, но если вы отрицаете, вы закрываете себе путь развиваться вот в этом направлении. То есть раз закрыли дверцу, туда вы уже не идете. Информация-то оттуда пришла. А вы говорите, да нет, она мне не нужна. Все. Вот. И цельности опять не получается. Что-то цельность, идеальная цельность это сфера. А у нас получается либо груша, либо вообще какая-нибудь сига вот такая вытянутая, в одну сторону развиваемся, а другие, другие, другой спектр не развивается. Опять это все не по-русски. Это западное. Так вот, что сделать нужно, чтобы вот это природное движение, природная волна, запустилась, хотя она с рождения еще есть у нас, но мы ее искусственно обрубаем. Что сделать, чтобы этого не произошло и запустить эту целебную волну в нашем теле, чтобы наши суставы были постоянно здоровы и так далее. А вот тут как раз нужно, для этого нужно ввести в образ жизни вот эти правильные природные физиологические движения. То, что делал мать. То, что делали наши предки. Никто специально там не парился по поводу тренажеров. Правильно взял бревнышко, правильно поднял ведро, правильно, не зря были и коромыслы и так далее. Вот они естественный тренажер. В свое время Райкин интересно говорил, да, ну, Балерина что накрутится? Ну, давайте Динамо к ноге привяжем, оно ток будет вырабатывать для недоразвитых раненых. А у нас в принципе опять же он прав. Нам насадили вот это состязание. Вы вспомните старика Хаттабыча. Старый советский фильм. Вот посмотрите глазами вот этого человека разумного, прилетевшего с другой планеты на вот этот цирк, который у нас творится. Когда он пришел на футбол, он говорит, слушай, а что они там бегают? Что, мячей не хватаешь? Скинул каждому по мячику. И все. и состязание закончено. Понимаете, мы на каком уровне сейчас стоим? А мы состязаемся с чем угодно. Но только не хотим исследовать себя и сотрудничать, дополнять друг друга. Посмотрите, как нам впарили в голову, чтобы мы не были цельными. никак. Кого мы ищем, когда мы нам, кого нам рассказывать, надо искать, когда нам мы спутника жизни ищем? Половинку. представляете? Мы ищем половинку. Не цельного человека, а половинку. Очень интересный эфир был на славянском радие Вадим Герливанов. Вот он все это рассказывает. В принципе, другими словами. То есть, с какого боку ни подойди, но если ты начинаешь пазлы сопоставлять, или знания одни с другими мозаика вырисовывается. А через что ты зашел? Через кон, через ортопедию, через компьютер, картины вырисовываются. Мы стремимся создать целостное. Вот. Ну теперь тогда вот мое предложение, да, мое видение, как сделать вот это себя целим, да, что для этого нужно сделать. Вот я и сказал. То есть, русская школа для чего предназначена? Чтобы, во-первых, дать теоретическую базу. Как же нужно сделать? Да, что нужно сделать, чтобы ввести в образ жизни вот эти наши физиологические правильные движения? Во-первых, нужно осознать, какие движения природные, правильные, да, а какие неправильные. Это, вот я в лекциях изложил, да, откуда запускается и к чему стремится. Вот, есть мои небольшие видеоролики, где ответы на вопросы, так сказать, где тоже немножко детализирую. Но, по большому счету, да, что я предложил? То есть, ввести в образ жизни вот это правильное движение. Для этого нужно вокруг себя окружить то, что сделали наши предки. Такими не тренажерами даже, а устройствами, да, которые позволяют делать эти правильные движения. Вот, что бы ты не... Вот, если ты взял этот коромысло, то ты его оденешь вот только правильно. По-другому ты ведра не понесешь. Ручка-то порода, тоже имеет своеобразное дальше. Самое главное устройство, которое калечит наши ноги, с чего я начинал, обувь. То есть, если мы делаем правильную обувь, которая не мешает ходить нам, а помогает, то сколько шагов мы сделали в ней, столько из целительных шагов мы и получили. То есть, она будет нас лечить. И самое главное, чтобы все эти тренажеры и устройства помогали нам научиться одному единственному упражнению, которое мы делаем всю жизнь. Алексей, какое? Я думаю, правильно ходить. Походка. Все. Если мы ходим правильно, все остальное мы делаем идеально. То есть, если я правильно хожу, я правильно бегаю, я правильно могу и подраться, хоть с мячом, хоть с чем, я могу играть в волейбол, баскетбол, я могу, и все, я это буду делать правильно. И эти все движения меня будут только исцелять. Если правильно сделать коньки, правильно лыжные ботинки и так далее, сколько я хожу на лыжах, столько я себя исцеляю, сколько катаюсь на коньках, столько себя. Сейчас этого нет. Сейчас сколько мы занимаемся в спортзалах, столько создаем себе проблем. Почти. практически везде. Во всех видах спорта, то есть, каждый вид спорта делает своих уродцев. Потому что культивируются рванные двигательные навыки. Оторванная реальность. И почему замалчивается русский стиль? То, к чему я пришел, русский стиль казачий спас. потому что там как раз наши предки давали физиологию движения. Сейчас очень все-таки самородки пытаются это возродить, но их опять прессингуют, очень сильно прессингуют. Единственное, до чего эти самородки еще не дошли, показывают классно все, но они также упустили стопу. То есть, нету теоретической базы. Я предлагаю вот этим самородкам все-таки обратить внимание на стопу, почему у одних ребят получается вот это классное движение, а у других не дотягивает. А потому что стопа у них не сформировалась и она не может запустить эту волну в теле. И все, и они не успевают не настолько быстро, не настолько эффективно работают. Почему я об этом говорю? Занимался в свое время, ну и сейчас тренирую, но в свое время начинал тренировать боксерчика. И мне очень была ну как сказать, шалка, и в то же время больше всего хотелось тренировать именно таких мальчишек, на которых крест поставили. Это, как правило, отличники, это, как правило, такие умеющие думать люди, настырные, упрямые, все, то есть, хотят достичь цели. Но их так психологически напрягали, что они зажимались, и все, и у них ничего не получалось. Как раз тут другой момент, да, состояние, в каком состоянии. И чем сильнее их больше зажимали, тем хуже они выдавали результат. А те, которые гильдячики природную вот это поймали, волну, да, они почти не выполняют, через раз хоть тренировку, они не выполняют, не слушают этого тренера, частично это услышало и делают по-своему. Или приблизительно. То есть, он делает так, как ему душа велит, как тело подсказывает. И они как раз только выгоняются звездочками. А те, которые, как им тренер сказал, они в лучшем случае середнички. Вот. Так вот, как только мы поймем, ну, все-таки через мои, наверное, лекции, или через мои консультации, как-то мы пойдем в принципе работы стопы, как она туда вверх волну выдает, и начнем вот это изучать одно упражнение, везде. Одно. В баскетболе, да. Я предлагаю, чтобы любой спорт рассматривался не как изнасилование души и тела, а как исцеление. То есть, если человек хочет заниматься, играть, ему нравится играть в баскетбол, то нужно подобрать такие под него упражнения, которые бы выстроили его тело в первую очередь. они результат любой ценой, за счет травм и так далее. Вот такие мои предложения. И еще дальше, что я сделал, все-таки физиологическую обувь выпустил, ее можно в принципе показать, элементарно обувь. То есть, та обувь, которая не калечит наши ноги, которые... Давай мы к этому подойдем и просто последний придем. Вот те проблемы, которые у детей сразу видны, посмотрим на фотографии и будет понятно, что же получается при помощи твоих наработок, установок. Ну, тогда я немножко... Сейчас мы эти фотографии покажем. Совсем недавно прислала мне женщина, два года назад она ко мне обращалась. Мало обратной связи у меня, потому что, как правило, если хорошо, ну хорошо, стало лучше и нормально. отрицательных что-то никто вроде бы не кричал, не материл. Ну, и особо-то не хвалили. Единички, которые последовательно взяли и довели до ума и показали результат. Вот девочка, которая имела достаточно много проблем. Первая фотография. Да, первая фотография. И через два годика по моим рекомендациям получили совсем другой результат. Мне это очень порадовало, что методика моя живая. То есть, в отличие от гуру и вот некоторых, так сказать, ну я считаю все-таки лжи докторов, я не скрываю секреты, да, и знаю, какую точку куда-то там надо давить или что-то сделать, опа, полегчало, да, время проходит, опять вернулся назад, ну приходите еще раз туда, платили денежки. Моя задача запустить механизм, да, самого человека на исцеление. Вот это да, толкнуть, пнуть, да, могу показать, но за вас ходить я не буду, вот в чем проблема. То есть, вы строите целыми должны сами, а вот принцип, это я расскажу, покажу, какие упражнения, к чему стремиться. Так вот, те люди, которые вот это понимают, и они получают результаты. Очень приятно, когда люди, и как они рассказывают, говорит, резали, муж резал новенькие ботиночки по вашей методике. У меня, говорит, в кавычках, сердце кровью обливалось, как так, новое, так красивое, а тут чуть-чуть кромсается, и все, вот зато какие красивые ножки стали. Теперь можно показать. Да, с девочкой разобрались, спереди, сзади посмотрели, еще вот мальчик здесь есть. А по мальчику, это у меня уже другое, то есть, я же говорил, один из принципов, которые должны, которым должен отвечать любой, любой устройство, тренажер, как угодно, назовите, это, в принципе, по-другому не сделаешь. Вот в этой обуви, которую мы правильно доработали, пройти можно правильно, только правильно, неправильно вы не пройдете. И такую же я создал русскую стеночку. Почему русскую? Потому что, чтобы не путать ее со шведской стенкой. Шведская стенка калечит. Мы сколько по ней лазили, а она калечит наши ноги в первую же стопу, длинностоп, колено, это забитый сустав. Ну, там достается и позвоночнику. О чем коренное отличие? Коренное отличие, на что русская стеночка имеет непрямые перекладины, а рельефные. Как бы яички. Одно, второе, третье. И, когда ребенок залазит на нее, он интуитивно ставит стопу именно на эти шишечки. Девять шагов из десяти будут именно такие. и благодаря этому естественной природной форме стопы, эти поле опора на носочек, они как шведская стенка в основном лазят, опираясь на внутреннюю часть, передавливая все эти, и выгибая стопу. А это он, наоборот, формирует ее, и правильный импульс передает через голеностоп на колено и на тазобедренный сустав и выше на позвоночек. И вот эти, если посмотреть вот эти три фотографии с мальчиком, да, то на первой фотографии стоит мальчик. Это разница между вот этими фотографиями одна неделя. То есть, рядом с ней лежит спортивный комплекс. Вот это русская стеночка, и рядом с ней наклонная горочка такая своеобразная, двускатная. Сужающаяся. Так вот он стоит, без слез на ноги не глянешь, потому что там проблема во всех суставах. Стопа плоская, под нагрузкой конкретно, ну и там без нагрузки уже было уплощение. Голеностоп киксом очень сильно на четвертой фотографии, это очень хорошо видно. Очень сильный икс в коленях и ограничение в тазобедренном суставе. Не ограничение самого сустава, да, а мышцы спазмера настолько, что они в принципе не дают ноге правильно вращаться. И через неделю собирают этот комплекс и фотографируют, как мальчишка залазит на этот комплекс. Если внимательно посмотрите на ножки, вы скажете, что это другой человек. Ну, коврики одинаковые, да, и одинаковая все-таки верхушка, да, шортики поменяли все-таки на пижаму. Практически идеальная пяточка вертикальная, голеностоп, х в коленке тоже существенно меньше и немножко начинает уже разводить тазобедренные суставы. То есть, вот это как раз тот принцип, да, по-другому бы он не залез на этот тренажер, пока он не выправит максимально свое тело и сделать максимально правильно, исходя из его ограничений, движение будет максимально правильно. и чем больше этих движений он будет нарабатывать на этом комплексе, на комплексе, на обуви и так далее, везде, тем больше шанс в целом истебиться. И что нужно сделать, чтобы вот этот баланс в сторону исцеления был? То есть, количество движений правильных, физиологичных, природных, должно хоть на чуть-чуть, но быть больше, чем неправильных. Вот и все. Этот мальчик начал лазить по тренажеру и сразу ноги не выпрямились? Или там было что-то еще? Нет. Вот сейчас, например, конечный результат я еще не знаю. То есть, если количество правильных движений стало больше, чем неправильным, все, идет на выправление. Вот как у этой девочки. Я говорю, что сразу, вот сразу он только начал, сколько бы он ни движений не сделал на этом комплексе, русской стеночкой, столько будет правильных движений. И уже сразу у него здесь, на этом тренажере, они уже максимально правильно выстраиваются суставы. Вот я о чем говорю. то есть, работает волна в теле на исцеление вот этого малыша. Если он снова спустился на землю и начал, тем более, обул неправильную обувь, обувь нам искажает эти природные движения. Да, и вот задача родителей, чтобы количество правильных движений все-таки стало. То есть, здоровье это процесс. Я понял. Я, Александр, просто хотел уточнить. Ты что-то делал с ним еще или просто тренажер поставили и все? Ничего я не делал. Ничего. Понятно. Они живут в другом городе за 30 земель из меня. Понятно. Хорошо, давай на обувь посмотрим. Шестая картинка, про которую ты говоришь. Ну, это первый все-таки в мире физиологический сандалий, который не мешает ходить. Правильно даже все-таки не ходить, а ступали. Ступня раньше называлась все-таки. Топать, маршировать нас научили, а вот ступать-то я предлагаю вам учиться самим. В чем отличие от обычных сандалий? В чем отличие? Ну, в данном случае, чтобы правильно ступать, надо научиться правильно стоить пяточку. Наша вот эта тупая обувь, она не дает ставить пяточку правильно. У нее есть каблук, острые грани и так далее, которые сделаны так, чтобы создавать моменты и заваливать эту пятку. А здесь ничто не мешает пяточки ставить правильно. Дальше, ничто не мешает сделать перекат по наружному своду на мизинчик и с мизинчика на большой пальчик. То есть, это у меня большой пальчик, это пяточка по наружному своду, выполнить вот это кручение стопы, чтобы сформировались все своды. Это я начинал лекцию с чего, что стопа это не рессора, это механизм, преобразующий поступательные движения, в данном случае от опоры во вращатель. и за счет этого передается правильно волна на все тело. Не калечивая, а исцеляющая. И вот это... Подошва там закошена со всех сторон получается. Скруглена под определенным углом, сделана и физиологично. Вот давай седьмую картинку открой, там вид снизу этой подошвы. Да, да, сейчас открою. Здесь видно, как она со всех сторон закруглена. Да, она вот именно правильно. Где не надо быть закругленным, и можно сделать даже острый углом. И нужно создать, например, крутящий момент в другую сторону. Но, в принципе, самые главные части этой подошвы должны быть скруглены именно правильно. Тогда она будет не будет создавать отрицательных моментов и не будет калечить наши ноги. Вот ребята постарались в Запорожье. Благодарность. Молодцы. С любовью сделали подошву. И когда они сказали, какой вам рисунок, протектор нужно сделать. Я говорю, вы знаете, протектор мне сейчас не принципиальный. На ваше усмотрение. И посмотрите, какое чудо они сотворили. Первое. То есть, в первой в мире природная физиология. Это не по-русски, а природная область. Это украинская область, насколько я понимаю, Запорожье? Это русская область. Делалась на Руси великой, на Украине. Ну, я понимаю, Русь – это все целое. Я имею в виду, что где ее можно приобрести? Человек живет, например, в Белоруссии, в России. Где ее можно приобрести такую область? Ну, нет, это ее сейчас не где. Я как раз хочу запустить и предлагаю людям, у которых есть желание вот это спонсировать. То есть, фабрика может это сделать в принципе без проблем. Было бы финансирование. В каких случаях эта обувь показана? Это просто обувь, в которую надо ходить? Или все-таки это лечебная обувь? Нет, это для всех. Это для всех. Это, еще раз, это обычная физиологическая, природная обувь, которая должна быть у нас. Я буду дальше точнять. Сейчас много людей, особенно в пожилом возрасте, где уже суставы разрушены из-за этой неправильной обуви. Если вдруг они приобретут обувь твоего вида, что будет происходить с суставами? Что будет происходить с суставами? Ну, конечно, они же до этого носили более привычную для них обувь, которую современные люди носят. Изначально, сразу, как только они поймут, к чему надо стремиться, как нужно ступать и перекатывать стопу, фактически сразу же начинает уходить боль. По себе привожу, ничего, на слово, никого не верю. Как говорится, подумаю об этом позже, потом начинаю экспериментировать на себе. в 35 лет, когда у меня дочка травмирула, мне было 35 лет, начали разваливаться голеностопные суставы напрочь, без боли ходить было нельзя. Потом, значит, хотя я все время тренировался, бегал, искал какие-то, то есть, мышцы не атрофированные были, но они работали неправильно, и моя стопа развалилась, и развалился голеностоп. Тогда, после травмы дочери, я начал эти исследования производить, на себе начал испытывать, и как только я понял, что, кажется, механизм работы стопы вот такой, и пяточка должна вертикально, как я только научился ставить пяточку вертикально, у меня практически сразу перестал болеть голеностоп. До сих пор я больше не знаю, что такое болезнь голеностопа. Только из-за одного того, что я начал держать пяточку ровно, правильно. соосно. Да, но ведь не только голеностопы разрушаются, разрушаются еще и коленные суставы, и бедренные суставы, если неправильно ходить, я так предполагаю. Да, а почему разрушается? Потому что неправильно работает стопа. Мы ее ставим, неправильно ходим. То есть, что такое походка? Это комплексное движение всего тела. Мы дальше разрушаем позвоночник, и все, только из-за того, с чего начинал, точка опоры. Эта точка опоры работает неправильно, импульс передает неправильно, все там разрушается, нет волны в теле. О чем кричит та же русская школа и там борстом, казачий спас, русский стиль. Волну запустить, а что ты с этой волны будешь ударять или обнимать любимую женщину другой вопрос. Так вот, если мы эту волну запускаем, неправильно разваливаются коленки и все остальное. Более того, опять же, на своем примере, у меня сильнейший был у-образность коленных суставов. Практически я сейчас ее выровнял, у меня нет. У меня нет, у меня еще даже где-то старые присягу принимают фотографии, там видно, что неприличная у-образность. Как только начал учить правильно перекатывать стопку, за ней идет все остальное. Поэтому походка это комплексное движение тела. И как это, я пытаюсь донести до людей с помощью русской школы ортопедии. Как только доктор начинает понимать, что это комплекс, и он начинается с одного главного движения, мы будем изучать это движение везде, в любой секции. И тогда мы будем исправляться. Если просто ну тут походить наверное скучно, да? А когда это походку я на тренировочках я людям даю, играя с мячиком, так же тренирую, или с палочкой, или кувыркаясь друг с другом, это не скучно. Гирьку поднимаем, тоже правильно поднимаем, стопа работает. И поэтому другие суставы начинают то же самое восстанавливаться. Мы едины. Очень интересные ребята сейчас в интернете есть, они называют по-другому целостное движение, но я все-таки сторонник, что природное движение, природное, оно и тут целостное. Вот как-то так. Хорошо. Ну что же, давай, может быть, уже переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира, а то как-то говорим-говорим, да не выговорим. Да, нужно уже, чтобы и с нашими радиослушателями, зрителями пообщаться. Я напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только у нас на сайте Народного Славянского Радио славрадио.org, славрадио одним словом, латиницей. Очень просто нас найти, несмотря на то, что появляются все в большем-большем количестве такие сайты, которые также называются славянскими, радио или славянским телевидением или еще как-то. Часто говорят, что вы там ерунду показываете? Я говорю, какую ерунду? Да вот там, говорят, конечно, не наш сайт, а ваш какой? славрадио.org. А, извините, не там. Такие тоже моменты бывают, что имейте в виду. Блуданул немножко. Ну, не знаю, не знаю. Никого не хочу никак оскорбить, ни в чем подозревать, но вот уже появились даже путаницы. И также у нас канал YouTube, youtube.com, косая черточка называемая слэш, славрадио, славрадио одним словом. Ну вот, друзья, теперь пришло время переходить ко второй части. Если вопросы, реплики у вас были, вы их могли написать, и мы теперь их будем рассматривать. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.